Эту грустную девушку с татуировкой на лице многие из вас помнят по моим рассказам о корсетах. Здесь и в блоге. Я дам ссылку внизу. Ее звали Олив Отман. Ее необычная трагическая судьба вдохновила несколько книг и несколько художественных фильмов. Сегодняшний мой рассказ о девочке, которую похитили индейцы, которая стала индианкой, а потом была возвращена в цивилизацию. Олив Отман родилась в 1837 году, в год смерти Пушкина в Иллинойсе. И она родилась в семье, которая принадлежала к общине святых последних дней. Вы их, наверное, знаете под именем Мормоны. И тогда это была совершенно новая, едва оперившаяся религия. Ее основоположник Джозеф Смит в 30-м году объявил соотечественникам, что он при помощи ангела обнаружил золотые скрижали, на которых фактически было написано продолжение Библии. И Джозеф Смит призвал своих сподвижников искать новую святую землю на территории Соединенных Штатов. У них было много проблем, особенно когда в 1844 году Джозеф Смит заявил, что он собирается выдвигать свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов. У него не было шансов, но это вызвало огромный общественный резонанс, фактически был большой скандал. Начались гонения на Мормонов, не то чтобы до этого их оставляли в покое, и они постоянно подвергались преследованиям. Но в этот раз стало действительно очень горячо, и в какой-то момент Джозеф Смит призвал своих сподвижников фактически браться за оружие. И он был обвинен в попытке государственного переворота, посажен в тюрьму, и в тюрьме его убили. После чего Мормоны начинают выбирать нового лидера, движение раскалывается, несколько фракций. Большинство Мормонов под предводительством Бригама Янга отправляются в Юту, основывают там Солт Лейк Сити, и по сей день они там живут в большинстве своем. Но часть из них откалывается от основной группы и начинает свой собственный путь. Одной из таких групп была группа Брюстеритов, и к этой группе принадлежала семья Олиф Отман. Джеймс Коллин Брюстер начал проповедовать, когда ему было 10 лет, а в год смерти Джозефа Смита ему было уже 17, и он считался матерым проповедником, и к этому времени он уже был отлучен от Мормонской церкви, потому что у него были разногласия с руководством. Так вот, Джеймс Брюстер решил, что его сподвижникам необходимо срочно идти искать место встречи всех пророков, которое, по его сведениям, находилось где-то на Рио Гранде, где-то на границе между Аризоной и Калифорнией. И семья Олиф Отман, Отманы, их было двое взрослых и семеро детей, продали все свое имущество, сложили пожитки на повозку, и в компании еще примерно 90 человек, они отправляются в Калифорнию, пешком, через весь континент. Это была команда людей очень своеобразных, чрезвычайно идеалистичных, чрезвычайно решительных и не склонных к компромиссам со всей очевидностью, именно поэтому они разошлись с официальной религией. И поэтому согласие в этой группировке существовало недолго. Они начали спорить еще по дороге. Дорога была очень тяжелой. Вообще путь с Востока Америки на Запад это было не для слабаков. Если вам интересно, я оставлю внизу ссылку на мой длинный рассказ о золотой лихорадке в Калифорнии. Там подробно описано, что это значило бросить свою жизнь на Востоке и податься на Запад в те времена. Короче говоря, когда эта команда добралась до Лас-Вегаса в Нью-Мексике, не путайте с Лас-Вегасом в Неваде, группировка раскололась. Брюстер повел большую часть своих людей фактически на северо-запад в Колорадо, а другая часть под командованием отца Олив Ройса Отмана сворачивает на юг, в Калифорнию. Вокруг них простирался один из самых негостеприимных и жестоких пейзажей на территории Америки. Я имела сомнительное удовольствие пересечь Соединенные Штаты поперек четыре раза в автомобиле. И я вам так скажу, даже сейчас это не очень-то приятное путешествие. А тогда это был вопрос выживания. Фактически приходилось идти через каменистую пустыню, где практически не было воды и практически ничего не росло и не жило. Все это совершенно не было похоже на землю обетованную, которую обещали мормонам, их руководителям. И когда вот эта уже уменьшившаяся группировка добралась до оазиса в этой пустыне, он назывался колодцы морякопа, Большая часть людей отказалась двигаться дальше. Они устали, они разочаровались, они собирались остаться. Тем более, что люди, которые там жили, сказали им, что дальше дорога будет только хуже. И индейцы, которые живут в этих территориях, очень агрессивно относятся к белым. Но Ройс Отман решил двигаться дальше. Его жена была на сносях. Того и гляди, у них родится восьмой ребенок. Отманы не чувствовали себя в безопасности в колодцах морякопа. Но в 190 милях от них к Юму находился форт Юма. Это было укрепленное поселение белых. И Отман надеялся, что если им удастся до туда добраться, там его семья будет в большей безопасности. Но с ним никто не пошел. И они отправляются одни. Перед ними 190 миль пути. Сейчас это на автомобиле, если считать 60-70 миль в час, это 3,5 часа на машине. Но в те времена повозки двигались со скоростью в среднем 15-20 миль в день. То есть перед Отманами лежало как минимум 10 дней пути. Через пустыню, которую контролировали индейцы. Пару слов об индейцах и об их отношении к белым переселенцам в те годы и в тех краях. Это было начало золотой лихорадки в Калифорнии. Орды людей сорвались с места и подались с востока на запад искать счастье. Это была величайшая массовая миграция в истории Соединенных Штатов. Все эти люди, которые в повозках двигались через Америку на запад, они не были плохими людьми. Но то, что они сделали, оказало глубокое деструктивное влияние на природу этих краев и на жизнь людей, которые там жили. Это была колоссальная стихийная миграция через земли, которые не были способны поддержать такое количество людей. Просто потому, что там было очень мало природных ресурсов. Что означало для людей, которые там жили издревле, для индейцев, что они были лишены последнего. Проходящие мимо белые сами выживали с большим трудом. Соответственно, они уничтожали по дороге все, что там было. Все, до чего они могли дотянуться. Они убивали дичь, они вылавливали рыбу из рек, они сжигали материалы, которые были пригодны для костров. И они оставили то, что сейчас называют самым длинным кладбищем в Америке. 65 тысяч человек, 65 тысяч переселенцев расстанутся с жизнью на этом пути. Они принесут с собой болезни неизвестные индейцам. В частности, холера, которую мигранты притащат с собой аж из портов с востока страны, убьет бесчетное количество индейцев прерии и юго-запада. По некоторым расчетам, до половины индейцев умрут от холеры, которую принесли мигранты. А оставшиеся в живых будут смотреть на то, как эти люди, проходящие мимо, они не пытались там остановаться, они проходили мимо. И они уничтожали на своем пути все их скудные ресурсы. И в результате отношение индейцев к белым в тех краях становилось хуже с каждым днем. И поэтому, когда отманы увидели, что к ним приближается группа индейцев, я уверена, что Ройс Отман не ожидал ничего хорошего. Но он сделал все возможное, чтобы избежать столкновения. Индейцы приблизились к белым и потребовали у них табак и еду. Отман поделился с ними табаком, а из еды он мог дать им только немного хлеба, объяснив это тем, что перед ними еще много дней пути, и он не может лишить пищи свою собственную семью. Мы не знаем точно, что было дальше, но в результате индейцы набросились на белых и убили практически всех, кроме двух старших девочек. Олив, который тогда было 14, и Мариэн, который было 7. Их оставили в живых и забрали с собой. Похищение индейцами белых детей в те времена было довольно типично. Индейцы делали это, чтобы восполнить собственную популяцию. Они это делали тогда, когда их собственные дети из их собственной семьи погибли во время рейдов белых солдат или во время болезней. Они таким образом пытались восполнить свои собственные семьи. Они похищали белых детей и делали их своими. У девочек немедленно отобрали башмаки, после чего им предстоял многодневный пеший переход до поселения их захватчиков. Это было очень тяжелое испытание. Олив вспоминала потом, что на привалах индейцы варили бобы из их запасов, из запасов, которые отманы везли в своем фургоне. После чего они с насмешками предлагали девочкам еду, и когда девочки демонстрировали горе по погибшим родным, над ними смеялись, и кусок не лез им в горло. Так прошло несколько адских дней, и в конце концов они оказались в поселении индейцев. Олив говорила потом, что это были апачи, но скорее всего, это было другое племя, Евапаи. Это племя жило примитивной, тяжелой жизнью. Как писала Олив, они жили тем, что они могли убить или украсть. Они не занимались сельским хозяйством. Мужчины фактически все время были в набегах, оставляя на женщин всю повседневную работу по выживанию. И девочек Отман сделали рабынями. Они таскали воду, они носили хворост для костров, они собирали ягоды и орехи, по малейшему поводу их избивали и кормили впроголодь. Олив говорила, что поскольку у них не было никакой надежды на спасение, они не могли бежать. Куда им было бежать? У них даже обуви не было, и вокруг была пустыня. Они не знали, где ближайшее поселение белых. Поэтому она говорила своей сестре, что им нужно смириться и постараться просто выжить. Постепенно их хозяева подобрели к ним, преимущественно потому, что Олив научилась говорить на их языке. И она начала рассказывать индейцам о своей прошлой жизни. Она рассказывала им о городе, где она родилась и выросла, об океане, об их многодневном путешествии по Америке, о том, как они переправлялись через огромную реку Миссисипи. И индейцы слушали ее, как сказки, и они не верили ей и смеялись над ней. Спустя примерно год в деревню, где жили сестры Отман, пришла делегация от другого индейского племени. Это были Мохави. Их было пять человек, мужчина и одна женщина, дочь вождя, ее звали Тапека. И дочь вождя увидела белых девочек и прониклась к ним сочувствием. И она настояла, чтобы девочек выменяли. За них дали двух лошадей, несколько одеял и некоторое количество овощей, которые Мохави привезли для обмена. После чего девочки пешком пошли за своими новыми хозяевами. И через несколько дней они оказались в поселении Мохави, которое находится примерно там, где сейчас стоит город Нидлс, Калифорния. И у них началась новая жизнь. Жизнь сестер изменилась к лучшему. Во-первых, Мохави были более благополучным и более зажиточным племенем. И возможно, поэтому они были более гуманными. Кроме того, их фактически сразу удочерила семья вождя. Потому что дочь вождя, Тапека, стала их покровительницей и впоследствии их друга. Это не означает, что у девочек началась роскошная жизнь и они бездельничали. Нет. Им выделили свой собственный участок земли. Потому что Мохави были земледельческим племенем. И девочки стали растить свои собственные овощи. И жена вождя стала им фактически приемной матерью. И Олиф Отман потом неоднократно с большой теплотой вспоминала о ней и о своей новой подруге Тапеке. За годы жизни с Мохави девочки не только выучили их язык и выучили их обычаи. Они получили новые имена. И они получили татуировки на лицо, сделанные из растолченных камней и сока кактуса. Такие татуировки Мохави делали, чтобы в загробной жизни они могли узнать друг друга. Сестры не пытались бежать от Мохави. Во-первых, потому что они нашли там новую семью. А во-вторых, потому что они были уверены, что их семья погибла полностью. Но они были неправы. Их брат Лоренцо 15 лет выжил в бойне. Когда он очнулся на следующее утро с разбитой головой весь истекающий кровью в окружении тел своих родных, он умудрился каким-то чудом добраться один пешком до ближайшего поселения белых, где он рассказал о том, что случилось. Его приняла к себе одна из семей переселенцев в Калифорнию и вместе с ними он через несколько дней снова достигнет того места, где он в последний раз видел своих родных. Они найдут их тела и похоронят их. Они не смогут вырыть могилу, они насыпят над их телами каменный курган. И в этот момент Лоренцо поймет, что двух девочек не хватает, что его сестры взяты в плен. И с этого момента он начнет их искать. И он не оставит своих попыток в течение нескольких лет. В 1855 году в округе случилась сильная засуха. И племя Мохави, будучи земледельческим племенем, очень сильно пострадает от этой засухи. Начнется голод. Олив будет без устали искать пищу для себя и своей сестры. Она на несколько дней уходила из деревни в поисках ягод, орехов, каких-то коренев и птичьих гнезд. И жена вождя тоже будет жертвовать своим, чтобы помочь девочкам выжить. Но у нее самой не было ничего, кроме горсти прошлогодней кукурузы. Но несмотря на их старания и самопожертвования, Мэриэн умрет в возрасте 11 лет от голода. Наряду со многими другими членами племени Мохави. Согласно обычаям Мохави, мертвые должны быть кремированы. Но Олив упросила вождя, чтобы для ее сестры сделали исключение. И она была похоронена согласно христианским традициям. Или, по крайней мере, так, как Олив считала нужным. Между тем, Лоренцо не прекращает поиски сестер. Он даже напишет прошение губернатору Калифорнии с просьбой помочь ему в поисках. Но тот ответил, что он ничем не может ему помочь. Однако история Лоренцо и его сестер разошлась из уст в уста по городам и весе. И в какой-то момент совершенно посторонний человек, его звали Хенри Гринелл, услышит историю семьи Отман. И он проникнется сочувствием и тоже начнет расспрашивать о девочках Отман везде, куда он не придет. Он был профессиональным плотником, и он перемещался из города в город. И в какой-то момент, уже в 1856 году к нему подошел индейц-курьер. Он представился как Франциско, это было имя, которое дали ему белые люди. И этот Франциско стал спрашивать у Гринелла о двух белых девочках, которых держат в плену индейцы. Гринелл стал с ним разговаривать, и он быстро понял, что индейц явно что-то утаивает. Он пытается выпадать у него информацию, но информация у него у самого какая-то есть. И тогда Гринелл сделал вот, что у него в этот момент в руках была газета. Он развернул газету и сделал вид, что он читает с листа. И он заявил Франциско, что правительство Соединенных Штатов Америки знает о том, что индейцы удерживают в плену двух белых девочек. И они готовы пойти на индейцев войной, если они не освободят сестер Ротман. И Франциско был впечатлен. И он сказал, что он знает племя, в котором живут белые девочки. И он готов пойти к ним и попробовать их обменять на что-нибудь. И Гринелл снабжает его деньгами. Несмотря на то, что все вокруг говорят, что индейец его обманет. Но он не обманул. Когда Олив было уже 19 лет, в их деревню приехал индейец, незнакомый человек по имени Франциско. И он объявил им, что белых девочек ищут американцы. И если племя не отпустит их, то им угрожают репрессиями. Мохаве сначала очень испугались и спрятали Олив и стали отпираться и говорить, что они не знают ничего, ни про каких белых девочек. И вначале Франциско ушел ни с чем. А Мохаве стали совещаться и они спросили Олив, что она думает делать. Потому что они не хотят ее отпускать. Но они боятся репрессий. И когда Франциско пришел снова, и в этот раз он уже пришел с дарами, и он стал настаивать на том, что если Олив не отпустят к белым, то из форта придут войска, Олив согласилась уйти с ним. За нее дали одну белую лошадь, несколько одеял и бусы. Топека проводила ее до они расстались у стен форта Юма, где они обнялись последний раз, и Топека ушла назад в пустыню. А Олив Отман принесли нормальную одежду, потому что она была в тот момент одета в традиционную одежду женщин Мохаве. На ней была юбка и бусы, она была топлес, и в таком виде она конечно не могла показаться в форте. На нее надели корсет толпа. Рассказы о ее спасении попали в газеты, и из газет о них узнал Лоренцо, который приехал в форт Юма, и только в тот момент Олив узнала, что оказывается она не одна на свете, что у нее еще есть брат. И опять же рассказы об их трогательной встрече попадут в газеты по всей стране. Олив Отман прожила с индейцами практически ровно пять лет. Она исчезла когда ей было четырнадцать и она вернулась когда ей было девятнадцать. В 1857 году реверенд Роял Стратон, то есть священник, по рассказам Олив и Лоренцо напишет книгу «Похищение сестер Отман. Жизнь среди индейцев». Эта книга сейчас между прочим лежит в гугл ритс в открытом доступе. Я оставлю ссылку, вы можете просто пойти ее прочитать сами. на английском языке. Она написана довольно уже устаревшим английским языком. Это довольно тяжелое чтение, но она лежит в открытом доступе. Вы можете прочитать о приключениях Олив с ее собственных слов. Так вот, в 1957 году эта книга стала бестселлером. Она выдержала три издания в первый год. В те времена белые люди еще очень мало знали о жизни индейцев. И приключения Олив, тем более рассказаны с ее слов, были чрезвычайно интересны. На вырученные деньги Стратон отправил брата и сестру в колледж. А потом они вместе переедут в Нью-Йорк и Олив начнет выступать с лекциями. Она будет рассказывать о своем опыте. И в течение пары лет ее рассказы начнут меняться. Дело в том, что отношение белых американцев к индейцам в те времена становятся все более и более негативны. Америка начинает наступление на запад. Никто не хочет слышать ничего хорошего об индейцах. И Олив начинает говорить, что они сестрой все это время были в плену, что они боялись убежать, и что татуировки на ее лице означают знак рабства. Хотя это неправда. Все женщины Мохаве носили татуировки на лице. И по всей видимости за те четыре года, которые Олив провела с Мохаве, у нее неоднократно были возможности дать о себе знать белым людям, потому что Мохаве жили не так уж далеко от белых. В какой-то момент совсем рядом с их деревней располагался лагерь рабочих и инженеров, которые вели разведывательные работы на тему прокладывания там железной дороги. У Олив были возможности дать о себе знать белым людям и уйти, если бы она хотела. Скорее всего, она даже не пыталась. Более того, не исключено, что сестры избегали белых людей, они старались остаться со своей приемной семьей. Можно, конечно, спекулировать, что Олив Отман испытывала что-то на вроде стокгольмского синдрома, когда она жила с индейцами. Но, с другой стороны, в течение своей жизни в письмах и разговорах с друзьями она неоднократно с большой теплотой вспоминала свою приемную семью. Более того, ее подруга, ее белая подруга, в которой она подружилась уже после возвращения, рассказывала потом, что в первый год после возвращения Олив по секрету говорила ей, что в племени Мохаве у нее остался друг или может даже муж, по которому она очень скучает. Но потом она перестала об этом говорить. И она начала скрывать свои татуировки под вуалью. В 1865-м Олив выйдет замуж за богатого владельца ранчо, его звали Джон Ферчайлд. И перед свадьбой Джон соберет все нераспроданные экземпляры книги о пленении сестер Оутман и уничтожит их. Дело в том, что Джон до какой-то степени понимал Олив, что она пережила. Его семья тоже погибла в схватке с индейцами. После чего они переедут в Техас, где они будут жить в дружбе и согласии до самой смерти. У них с мужем не будет своих детей, и они удочерят девочку. И Олив Фотман в конце своей жизни будучи уже достаточно зажиточной женщиной активно начнет заниматься благотворительностью. Она начнет заботиться о сиротах. Она будет жить очень скромно, она будет избегать общественного внимания и отказываться говорить о своем прошлом. Но у нее на кухне всегда, вне зависимости от того, как богаты они не будут с мужем, у нее на кухне будет большая банка с лесными орехами. Это один из основных продуктов питания для индейцев Мохаве. Олив Фотман умрет от сердечного приступа в 1903 году, то есть она еще увидит 20 век. История Олив Фотман это история выбора своей жизни. Хотя казалось бы, всю первую половину своей жизни Олив не выбирала свою судьбу. Она не выбрала родиться в семье сектантов. Она совершенно точно не имела голоса, когда ее семья снялась с места и подалась пешком через весь континент искать святую землю. Вы понимаете, что все эти первопоселенцы США со своими повозками запряженными валами, они шли пешком в Калифорнию, они не ехали в повозках. В повозках ехал скарб. Там может быть ехали малые дети и больные люди, все, кто мог идти, у кого были ноги, шли в Калифорнию пешком через весь континент. Олив не выбирала срезать через пустыню и в одиночестве без защиты податься через индейские территории. Это был не ее выбор, когда ее семью на ее глазах убили. Она не выбирала оказаться в плену, жить в рабстве, быть перепроданной. Это был выбор топеки. До этого это был выбор ее отца. Но в какой-то момент мы начинаем слышать ее голос, когда Олив настаивает на том, чтобы ее сестра была похоронена по-христиански. И потом, когда она выбирает остаться с Мохаве, а не вернуться к белым. И потом, когда она решает все-таки вернуться, возможно, она это сделала под давлением угроз. Но это и есть взрослый выбор жизни, когда мы принимаем решения, связанные с обстоятельствами, которые от нас не зависят. А после возвращения Олив решает использовать свой опыт для зарабатывания денег. Но с другой стороны, какие у нее были варианты? Пока она жила с индейцами, у нее был участок земли, и племя заботилось о ней, потому что это была фактически одна большая семья. Но когда она вернулась к белым, как она должна была зарабатывать себе на хлеб? У нее не было профессии, у нее практически не было семьи, и она принимает решение использовать свой уникальный опыт для зарабатывания денег, так же, как потом она приняла решение перестать это делать и замолчать. А потом она решает посвятить остаток своей жизни чужим детям, заботиться о сиротах. Она сделала много добра, но для этого ей сначала нужно было дожить до этого момента, ей нужно было выжить. Оле Фотман нужно было дожить до того времени, когда ее судьба окажется в ее руках. Жан-Поль Сартер где-то написал, что свобода это то, что мы делаем с тем, что делают с нами. Я хочу оставить вас сегодня с этой мыслью. На сегодня у меня все. выживает этот канал через Бусти и Патреон. Всего вам доброго. До свидания.